Ежегодно в преддверии Международного дня инвалидов в Чувашии проводится Республиканский фестиваль спорта для лиц с ограниченными возможностями здоровья. В нем принимают участие как начинающие спортсмены, так и мастера. Пока в Чувашии физической культурой и спортом занимается около 6% инвалидов, но их число растет с каждым годом. И в фестивале участвует все больше людей с поражением зрения, слуха и опорно-двигательного аппарата. Сегодня их было около 250. Вы, несмотря на определенные физические ограничения, показываете всем тем, кто живет на этой земле, как нужно любить себя, как нужно стремиться, стараться и побеждать все трудности, которые есть в реальной жизни. В программу фестиваля вошли самые распространенные виды адаптивного спорта, практикующиеся в Чувашии. Настольный теннис, армспорт, шашки, шахматы и, конечно же, дартс. Возраст участников тоже разный. Самым юным 10 лет, а есть и намного старше. Анатолию Тихонову уже 63 года и любовь к русским шашкам до сих пор не прошла. Переезжал трижды даже на эти соревнования по шашкам, русским шашкам. Раньше болел, а сейчас прекрасно, как спортсмен, чувствую себя. Пришли на фестиваль и наши знаменитые пары бадминтонисты Юрий Степанов и Алексей Попов. Правда, соревноваться им пришлось не в своем виде спорта. Больше повезло Антонине Медоян, занимающейся дартсом около 10 лет. В сентябре этого года на чемпионате России ей удалось выполнить норматив мастера спорта. Для меня это очень хороший вид. И друзей очень много нашла для себя. Ну, это мое все. Так что я прихожу и отдыхаю. Большинство воспитанников спортивно-адаптивных школ занимаются физкультурой в целях реабилитации. Но сами того не замечая, некоторые из них переходят в спорт высших достижений. Поэтому участие в фестивале, возможно, для кого-то стало маленьким шагом в большое будущее. Екатерина Абрамова, Сергей Рябчиков, Республика.